здравствуйте друзья сегодня хотел бы поговорить о самой больной для меня теме теме образования потому что именно именно эта тема это единственное что я считаю возможно для украины как решение ее проблем да длинно да это не магия простых решений да это длинный длинный путь в 10 может быть 15 лет но вы не сможете построить дом не построив фундамент его надо сначала вырыть его надо залить забетонировать его не вряд ли когда-нибудь будет видно да может и не должно быть его видно но кто-то это должен сделать вечный бег от построения этих новых зданий а я построю зеленая красная а я фиолетовая да все были не правы вы 30 лет дело не то и делали не то я в крапинку должен построить дом и так далее все это глупости это магия простых и быстрых решений приводит всегда печальным результатом поэтому образование это тема о которой я грубо говоря оскорблю да но вышел тут президент и наступил на мою мозоль что называется да он провел начал проводить себе форум называется украина 30 освито и тут меня аж просто перекосило что называется да как раз в этот момент я решал задачу а как сделать так чтобы мой ребенок спокойно согласно конституции получил хотя бы базовое образование в школе то есть поступил или перешел я даже не знаю в 10 класс ну не я же придумал учиться по 11 лет или сколько у них там вот перешел 10 11 класс а вы думаете я один такой нет нас миллионы а знаете почему потому что они делают образование даже школьные вопреки конституции пытается сделать платным я уже когда-то приводил пример что сначала они уничтожили в школе умение думать да по большому счету там эти все программы по переписывали ну вот и собственно я начали учить нас по большому счету компетенциям да ну действительно зачем благотарям этим сапками и так далее знать что луна это небесное тело шарообразной формы вот я достаточно считаю что им достаточно знать что это белый бубен который еженощно ссорос поднимает над нами дабы освещать нам путь ну собственно говоря поверьте на производительность сапки это никак не повлияет да и вот собственно говоря люди которые уничтожили школьное образование которые уничтожили школьные программы в школах реостатов нет я понимаю что от слова реостат многие там как бы дернуться не не понимая что это да есть такие рез я уже молчу ладно глобуса хрен с ними да вот не глобусов не реостатов нихера извините нет банальных химических физических лабораториях их просто нет да у нас 7 мега гуманитариями должны быть но отлично пусть у нас гуманитарии построят новый мост да ну что ж я могу сказать вот и собственно я не зря я взял эту рацию она мне скоро пригодится это как предмет на 0 такое более-менее высокотехнологичное изделие да в отличие от глэчика вот у меня тут трошки глэчек стоит я из него кофе пью так вот есть рация и глэчик да ну и собственно говоря вот в то время когда мы уже даже и глэчик сделать не можем выходит такое зеленое чудо блин и начинает рассказывать нам о вы не поверите это зеленое чудо начинает нам рассказывать о том что она хочет построить нет ни больницу будущего нет больницу будущего строил ющенко до в районе в dnk да но где же им еще строить вот этот решил построить университет будущего причем понимаете ну вот у идиотов у них они думают что если что любовь такой университет университет это не знание не традиция не критическое мышление не что-либо еще нет у них университет это стены вылайка и крадивны то есть вот ну на чем можно украсть? На знаниях они не знают, как украсть. Ну, то есть для них это вообще непонятное такое. Дипломы они просто покупали. Как украсть на дипломе, там, распечатки, они знают. Знания, как заработать на знаниях? Они этого не понимают. Поэтому надо, естественно, так, котлован, стены, великое крадивничество, университет. 7 миллиардов решили под это дело слямзить. Ну, в смысле вложить, скажем так, да. Где они это решили строить? На ВДНХ. Знаете, мой друг Кущ, вот он правильно высказался по этому поводу, что такое ВДНХ? Это выставка достижений народного хозяйства. Да, того самого декоммунизированного, благодаря которому эти отпрыски, понимаете, сегодня а-ля рулят. Ну, то есть, представьте себе, такой музей, да, музей того, чего достигла канувшая в лету цивилизация, которая породила этих зеленых бобиков, да. Вот. И эти зеленые бобики решили университет построить. Ничего лучше они не придумали, чем прийти туда, в этот музей. Знаете, как прийти в музей, действительно, снять штаны и отметиться, прямо по центру этого музея. Ну, а что еще эти бобики могут сделать? Скажите, я издеваюсь, я не прав. Друзья мои, знаете, вот хорошая мысль. Скажите, пожалуйста, а кого готовят в университетах? Для кого, точнее даже? Для кого? Допустим, допустим, вы построили жемчужину. У вас нет школ, у вас в школах учат благотарям этим, кто там еще, нынку сплюндрували, значит, все на рукавинах. Не, не на речницах, на рукавинах. Там, что там у нас? Конечно, семья вечно гавкается в тому селе. Кого уже, походу, кстати, этих, хрущей нема, потому что все эти товарищи латифундистам землю отдали, те ее попрыскали с воздуха. И после этого не стало ни селян, ни хрущей, вообще никого. В общем, хрущей нету. Селяне тоже, походу, выехали в город, поэтому даже босоногих этих благотарев тоже нету. Но, но, но это есть у нас в школьном, ну, мы благотаристы, ло, 16 век, все, все как надо. Но, допустим, каким-то чудом, вопреки школьной программе и всем усилиям, да, вам удалось ее закончить. Предположим, даже вы поступили в университет и сами учились. Да, есть такие. Ну, не знаю, был ли я последним из магика, но я думаю, что и после меня были, и сейчас есть те, кто пытаются учиться самостоятельно и что-то достигают. Допустим, вам удалось. И дальше что? Вы же понимаете, что есть прямая связка, да? То есть, нам нужно, вот говорят, образование и наука, да? Там, ну, у нас и профсоюз, кстати, науки и образования, да? Это отдельные вещи. Что такое наука фундаментальная? Она бабки не приносит. Она дает инновации. Инновации, на основе инноваций разрабатываются технологии. Для того, чтобы эти технологии кто-то разработал, а потом и воплотил, нужны люди. Этих людей готовят в вузах, то есть образование. Наука производит, наука производит инновации, и в это надо вкладывать, и оно не дает 7-минутной прибыли. Понимаете? А далее уже начинается технология. Для этого нужны вузы. Соответственно, там нужно готовить специалистов. Но, куда же они идут после этого? Они идут, естественно, в промышленность. Серьезно? В Украине есть промышленность? Покажите. Покажите. Я у него тут на рации где-то даже фонарик есть. Надеюсь, это фонарик. Я посвечу. Помните, этот ходил? Ищу людей с фонарем. Покажите мне промышленность, при том, что у нас системно падает все полностью. То есть, у нас идет, по сути, деиндустриализация страны. Скажите, пожалуйста, куда пойдут работать высококлассные специалисты, даже если мы построим один прекрасный, самый распрекрасный вуз. Самый распрекрасный. Для кого мы будем готовить специалистов? Где они себя задействуют? С плугом? Или где? Или может это хрущей гонять? Технология по разгону хрущей? Или чего у нас будет? Куда они пойдут работать? Даже если мы их подготовим за 7 миллиардов, это только стены, я так понимаю. Основные траты это еще миллиардов 50 на то, чтобы организовать учебный процесс, собрать лучших специалистов, базу научно-техническую там развернуть и так далее. То есть, ну это минимум 50 миллиардов. Я думаю, значительно больше нужно будет. Если это реально делать серьезно. И вот мы подготовили прекрасных специалистов. Аж, ну допустим, сколько мы там подготовим? Ну, тысяч пять, допустим. Аж пять тысяч высококлассных инженеров и специалистов. И вот они выходят, а-ля, как там эти кепочки, эти черненькие бросают вверх, значит, со своих мантий. Выходят, и они реально, допустим, предположим, считаются лучшими специалистами, ну не только в стране, в своих профессиях и так далее. А теперь я тут клянусь. Я не говорил товарищу, у которого вторая рация. Вот это, кстати, продукт весьма высокотехнологичный. Вот, сложность, кстати, нашей экономики, сложность нашей экономики сейчас на уровне, ну, наверное, чуть ниже, ну, не уверен, но плюс-минус приблизительно как в Кишиневе. Вот. Когда-то мы были, конечно, где-то там в двадцатке. Сейчас в районе Кишинева. Ну, там, это виноград поворачивают там и так далее. Грузия после всех реформ, спасибо Кущу, вот он мне тоже это подсказал, упала вообще где-то до восьмидесятого уровня. У нас, собственно говоря, ну, вы же сами понимаете, да? Вот. И вдруг на фоне этого пасторального пейзажа шестнадцатого века, ну, такой феодальной Украины с плогами там и этими латифундистами, да, без селян и хрущей, вдруг откуда ни возьмись, на ВДНХ появляются выпускники гениального, суперклассного университета. Так, великолепно, появились. А теперь вопрос. Сейчас, где она тут работает. Дружище Кирилл, чуешь меня? Конечно. Ну, матерь божья, на кричи. Кирилл, скажи, пожалуйста, представь, что у тебя есть сейчас, вот буквально у тебя будет диплом, который признан во всех странах мира, в том числе в США, допустим, в Сингапуре, Польше, любой европейской стране, и у тебя диплом высококлассного технологичного инженера, с которым ты можешь, ну, в принципе, я не знаю, зарабатывать, наверное, ну, в любой другой стране мира, можешь зарабатывать, ну, как минимум, тысяч триста-четыреста долларов в год. Скажи, пожалуйста, мой друг, на какую работу в Украине ты хотел бы пойти после того, как ты выпустился из нашего великолепного университета с таким прекрасным украинским дипломом? Коллега, я бы хотел быть судьей и торговать землей в Киевской области. Я думал, ты скажешь, я уеду в Польшу на клубнику. Но я тебе скажу, конечно, быть судьей – это лучше, потому что судья кушает ту клубнику, которую собирают наши инженеры в Польше. А в Польшу поехать можно, собирать клубнику, мир посмотреть, себя показать на полях польских. Да, мой друг, и тут я вспомнил картинку, да, видел я ее сегодня. Картинка из Макдональдса. Очень много сотрудников. Они весело улыбаются, призывно, и снизу подпись. Ну что, выпускник Юрфака, мы ждем тебя? Я не знаю, лет через 50, а может быть и через 20, когда у нас будет 20 миллионов, тогда, конечно, работа в Макдональдсе будет казаться какой-то сказкой. Прямо там кормят. И поят, я тебе скажу. Ладно, друг, переходим дальше. Спасибо, ты очень помог нашему эфиру скорбному. Чаплыга отвечает. Так вот, друзья, прикол в следующем, что раз у нас говорят, ну, то есть, трудовую миграцию мы остановить не можем, магия простых решений не работает. Знаете, что такое магия простых решений? Это когда у меня, извините, с мордой, наверное, не все в порядке. Ну, казалось бы, да, там, я маленький, мне хотелось бы быть взрослее. Представьте себе ребенка, да, вот ребенок, он хочет быть взрослым, ему хочется быть серьезным, да. Что делать ребенок, которому хочется быть взрослым и серьезным, когда он подошел к зеркалу, а видеть себя? Тогда он делает магию простых решений. Он на своем отражении начинает дорисовать усы, бороду, ну, такой дорисовал, да. И очки, ну, умнее, чтобы быть, да. Потом берет телефон, это же диджитализерский ребенок, да, такой зеленый. Он берет, делает, опа, чик-чик-чик, фотки. Знаете, как эти айфонами делают фотки в зеркале? Чик, хлобысь, и он уже в очках, с бородой, с усами. Ну, все серьезно, и можно ставить на аватарку. Магия простых решений. Он, естественно, без бороды и без очков. И, естественно, он не взрослый. И, естественно, он не умный в этом плане пока. Может быть, когда-то, когда научиться будет. Вот, собственно говоря, то, чем занимаются наши прожектеры. Знаете, когда они вот про эти университеты говорят и так далее. Вместо того, чтобы заняться тем, чтобы хотя бы, хотя бы исполнить конституционную обязанность государства о начальном и среднем школьном образовании. Но даже этого они не исполняют. Но при этом рассказывают о том, как они будут строить что-то на ВДНХ. И для них университет – это фундамент, стены и бабло оттуда снятое. Когда у нас в университетах, извините, лабораторная база. Я однажды, когда-то был в Райерсен университете в Канаде. Когда я увидел лабораторную базу этого университета, знаете, я аж прослезился. Но у нас таких приборов, наверное, не будет никогда. Но вот я уже молчу про все остальное. Поймите одну простую вещь. Если у нас нет промышленности, если она, даже та, которая осталась, не является сложной или уровень ее сложности низкий, это означает, что мы не можем выпускать специалистов в вузах, которые не востребованы у нас на рынке труда. Не бывает магии простых решений. Нам нужно выстраивать всю цепочку. Нам нужно начинать с детского садика, со школы. Нам нужно далее. Вузы уже будут отвечать на запросы рынка труда. А для того, чтобы этот рынок труда был, нам необходимо развивать экономику. Да, промышленность. А если мы не развиваем промышленность, и мы аграрная страна, то университеты нам не нужны. Тогда луна белый бубен, который СОРОС поднимает. Вот и все. Но, собственно говоря, мы не решим проблему так, как пытается ее решить Зеленский. И рисунки усов на зеркале ничем и никому не помогут. Но, когда я слушал вот эту глупость, которую он нес, я написал один текст, который хочу именно прочесть своим голосом. Потому что это скорбь, это боль. А боль самая, знаете, вот это от бессилия. От бессилия того, что я все понимаю. Я все-все прекрасно понимаю. Но даже если я миллиард раз об этом скажу, вряд ли это что-то прямо сейчас изменит. Прямо сейчас. И в этот момент я ощущаю бессилие. Знаете, вот когда ты связан, когда ты все понимаешь, но ты ничего не можешь сделать. И это самое паршивое. Иногда в такие моменты хочется, знаете, потерять рассудок для того, чтобы даже не осознавать того бардака, который учудили эти, ну, знаете, я не думаю, что это дети в кедах. Это циничные твари, извините, которые прекрасно понимают, что происходит, что они делают. И вот я написал текст, который вызывает лично во мне боль. Но боль, которая, скорее всего, родит перспективу. Назвал я это «Скорбь о возмездии бессильных». Когда я читал новость о том, что Зеленский открывает в Украине университет, университет будущего, для людей, наверное, будущего, да еще и на форуме «Образование в Украине», как он его назвал, «Украина-30», вспомнился сперва отрывок из «Двенадцати стульев», где Ося и Кися давали лекцию о межгалактическом шахматном турнире. Но в этот раз было не смешно. Я больше не смеюсь, читая произведения, декоммунизированного Шариковыми, Булгакова. Теперь, когда я читаю наши новости, я все чаще ощущаю то, что ощущали жертвы Освенцима. Боль, страдания, унижения, бессилие. Самое страшное – это бессилие. Осознание того, что твои сокамерники уже сдались, что необходимо принять боль и унижение как данность не сопротивляться тогда не так остро. Он вышел вещать про университет будущего, а в Турции за эпоху Эрдогана без помпы и форума их открыли более 80. Не в столице, по региону. Он вышел вещать про университет будущего, когда даже лучшие технические университеты в своих лабораториях в сотый раз залатывают осциллографы Китая и СССР. Он вышел говорить об университете будущего, когда Мировой банк дает ему 4 копейки за обязательство закрыть вузы. Он вышел вещать про университет будущего, когда собственными руками уничтожил Академию Государственного Управления. Он вещает о будущем, когда и я, и миллионы других не знают, кому выбить окна на каком митинге, когда твоего ребенка лишают права доучиться в простой школе. Богатый русский язык не вмещает в себе те краски и крепкие выражения, которые невербально уходят в молитвах к Богу о возмездии. Гадина, лишившая детей права на образование в школе, вещает о будущем. Гадина. Бессилие. Они зашли в наш дом и сказали, что строят будущее. Но не для всех, а для людей будущего. Но для этого мы должны выставить за дверь, умирать в муках на помойке без медицины тех, кто строил тот дом, куда они пришли вещать о будущем и наших детей. Именно так начинался фашизм. И любой геноцид. Избавься от слабых, неуспешных коллег. Стань человеком будущего. Избавься от тех, кто мешает тебе стать будущим. В университеты будущего попадут лишь те, кто смог оплатить платную школу, кто смог купить лицеи, шмеи, гондурасы и гимназии. А кто не смог, тот мешает строить им будущее. Для людей будущего. 20% моральных уродов геноцидят 80% людей. Они не дети в кедах. Они циничные и рациональные твари. Они все понимают и осознают. Они идут в будущее. И для этого им нужно избавиться от нас, людей прошлого. И их некачественных детей. Им нужно наше наследство и мы. В гробу. После заработков на чужбине. Отдав им все. Бессилие. Можно вытерпеть боль. Даже снести унижение. Но самое невыносимое. Бессилие. Но именно молитва бессильного. Молчаливая. Чистая. Острая. Уже лишенная эмоций и ненависти. Создает тот резонанс, что раскачивает небо и очищает землю грозой, ливнем и молнией. Я верю. Продолжение следует.